Добрый день, дорогие друзья! Вы на канале питомника Марии Мистик. Сегодня 16 марта 2020 года. И я с радостью поздравляю наших чишек, малышек, девчонок, рожденных 16 февраля, деточек Зионы. С днем рожденеца! Девчонкам исполнился один месяц, если считать по календарным дням. А если учесть, что нашим деткам февраль у нас короткий, в 2020 году всего лишь 29 дней, значит нам еще пока, но немножко меньше месяца. Но придется рассчитывать возраст по календарным дням, поэтому празднуем месяц нашим деткам сегодня. Предлагаем им консервочки Роял Канин Стартер Мини, которые кушает их мама. У мамы вот там отдельный ресторанчик, там мисочка с сухим кормом, с водичкой и с консервочкой. А у малышек вот на блюдечке пока, потому что это их первые прикормы, они еще кушать толком не кушают, сосут мамочку. Поэтому я вот такой корм Роял Канин Стартер Мини, вот такой сухой корм, размачиваю отдельно для малышей. То есть я просто заливаю его водичкой комнатной температуры, не кипяченой, просто фильтрованная водичка, не горячая. Небольшой, вот скажем так, количество воды, корм набухает, становится мягким. И так как у деток еще просто нет зубов, им тяжело кушать твердую пищу, они еще собственно сосут маму. Но для того, чтобы они начинали привыкать к нормальной взрослой пище, начинаем с размоченного корма. А также вот у нас стоят, да, шоколадка как всегда рык, как всегда рык. Стоят вот такие автокормушечки. Сейчас детки будут очень быстро расти, развиваться и начнут кушать. И для этого у меня стоят вот такие автокормушка и автопоилка. Я рассказывала и показывала. Мамочка ведь еще за ними ухаживает. Вот малышка-шоколадка замечательно пробует консервочку. Прямо в блюдечке стоит с паштетиком. Ну, конечно, такая консервочка тоже для беззубого ротика поудобнее, чем сухой корм. Но многие щенки в нашем питомнике кушают сухой корм с возраста 1 месяц. И предпочитают при выборе влажного корма, размоченного корма и сухого, кушать именно сухой корм. Для этого у нас всегда будут стоять с самого раннего возраста 2 вот такие кормушечки. Одна с сухим кормом Royal Canin Star Ture Mini, вторая с водичкой. Потому что если собачка кушает сухой корм, она всегда должна иметь свободный доступ к водичке. Водичка обычная, фильтрованная, комнатной температуры. Набираю в кувшинчик и, собственно говоря, добавляю по мере необходимости. Смотрите, как малышке-шоколадке понравилась консервочка. Она прямо вся туда забралась и кушает. Комната у нас, как обычно, застелена вся вот этими квадратиками вишневого цвета. Это многоразовые пеленочки, которые мы используем в своем питомнике в качестве туалета. И малыши, пока маленькие, у нас еще некоторое количество времени будут жить вот в этом манежике с мамой. В котором есть дверца для свободного выхода из манежа побегать, потому что именно при хождении по твердой поверхности только так они смогут быстрее научиться нормально ходить и укрепляют свои лапушки. Поэтому держать их в каких-то загородках и манежах я никогда так не делаю. Ну, у нас просто в комнате все убрано, вы видите, панелями заделаны плентуса, обои, стены, чтобы ничего они не наелись, ни кусочков обоев, ничего не смогли такого, скажем, запрещенного сгрызть. Вот видите, что сделала малышка-шоколадка? Она покушала из блюдечка консервочку и пошла кушать маму. У малышки-шоколадки ножки вообще еще пока слабые задние, он, смотрите, сидит как на шпагате. Но при ежедневном хождении по твердой поверхности и играх с своими сестренками, ребятки начинают быстро развиваться, расти и быстрее окрепнут. Белоснежка уже вон бегает, поэтому никогда не держу деток в манеже, как только они сами начинают оттуда выходить. Здесь, как вы видите, везде у меня огорожено все панелями во избежание, чтобы они не могли пораниться, куда-то забраться. И застелено вот этими пеленками. Они не только многоразовые в качестве туалета, они еще четырехслойные, то есть теплые. Если вот так вот поиграли, поиграли и в комнате сейчас очень тепло, не вернулись в манеж, ребятки, и уснули, то уснули они именно на этих пеленках. Тут нет такого, скажем, сквозняка в этой комнате, нет никакого такой прохлады. Где мы могли бы простудиться, ребятки. Манеж еще некоторое время я оставлю, потому что маме удобно их кормить. Мама еще их не гоняет, мама еще их кормит. И в лежаночку маме просто не поместится уже с таким количеством малышей. Ей удобнее, конечно, растянуться в таком манежике. Здесь, собственно, безопасно тем, что у меня там синтепоновое одеяло по всей поверхности. Где бы не уснул малыш, он опять-таки не замерзнет. Если вдруг мамочка пошла погулять, и ребеночек остался один, и стало ему прохладно, прям скажем. Всех примерно так мы малышей растим в нашем питомнике. Вот уже на протяжении 15 лет выращено очень много щеночков. Многие из которых остались жить в нашем питомнике. Например, мамочка этих деток, она также рождена, выращена в нашем питомнике. И так же, как и ее мамочка, и ее бабушка по маминой линии. И папа этих деток, министр, он тоже рожден в нашем питомнике. Поэтому, собственно говоря, глядя на родителей, вы можете уже, ну скажем так, сами сделайте выводы насчет вот такого способа выращивания малышей чихуа. Как обычно, в 60 дней будет сделана актировка. Приедет комиссия из клуба и осмотрит девочек на браки, дефекты, отклонения. Все будет отражено в документах. Всем щенкам будут выданы документы, независимо от качества их экстерьера. Так как метрика щенка подтверждает чистокровность, а не то, что собака чемпион. Она, как бы, метрика щенка может быть с пометкой разнообразных браках и дефектов, что будет отображено в племенной книге и в листе актировки. Поэтому, если даже в метрике щенка нет никаких браков и не указаны никакие дефекты, если они на самом деле существуют, то также это все равно все это регистрируется в племенной книге в системе РКФ. И собака получает родословную, метрика щенка в последующем меняется на родословную, без права на разведение, так скажем. Так называемый пэт-класс, домашний любимец и так далее. Одновременно с метрикой щенка ставится клеймо. Клеймо ставится у нас в паху. Это принадлежность к документу, чтобы точно было понятно, что именно эта метрика щенка принадлежит именно этому щеночку. В метрике щенка указан окрас, кличка, дата рождения, номер клейма, указаны родители, кто мама, кто папа, и адрес заводчиков, и ниже адрес владельца. Далее, начиная с двух месяцев, можно сделать первую прививку по возрасту. У собачки будет ветпаспорт. Перед этим, конечно, идет обработка против гельминтов. Это как обычно. Вторая прививка заключительная делается в возрасте не раньше трех месяцев, потому что она делается от всех вирусных и одновременно от бешенства. Ну и, собственно говоря, больше после этого ничего делать не надо. По прививкам. Следующая прививка через год от последней. Значит, собачке будет год и три месяца. Напоминаю, наш питомник находится в Санкт-Петербурге. Отправками щенков в другие города мы не занимаемся, но если вы сами организуете, договоритесь с какой-то службой доставки курьерской, сейчас их существует много, под вашу ответственность мы можем отправить вам щенка после полной, стопроцентной его стоимости. Все договоры с курьерами, отправками берет на себя будущий владелец. Я буду продолжать вести взвешивание ежедневно этих малышек по мере взросления, для того, чтобы уже хотя бы на этом помете мы могли. У этого помета достаточно средний вес, здесь нет сильно больших и нет слишком маленьких щенков, поэтому можно использовать в дальнейшем этот видеодневничок как таблицу роста и развития щенков среднестатистических, без каких-либо выдающихся слишком крупных, слишком маленьких. Ну, среднестатистический плюс-минус туда-сюда. Родители в этом помете оба стандартные, мамочка и папочка по размеру и по весу. Хотя я уже рассказывала, это ни о чем не говорит. У нас бегают совершенно стандартные крупные детишки от нашего мини-масика. И тут же, пожалуйста, шоколадная малышка, которая очень маленькая, рождена, и вот сейчас намного меньше, чем ее сестренки, возможно, не дорастет до стандарта, так как в этой породе это нормально. Минники рождаются в этой породе не от мини-родителей, а от стандартных родителей. Это гены, это крови, это так развивался плод в организме мамы. Да, малышка у нас шоколадка с характером, всегда недовольна, всегда рычит, всегда чего-то доказывает. Толстушка-белоснежка всегда бегает и играет. Пятнышка нас любит поспать и покушать. Но сейчас будем продолжать вести вот этот видеодневничок наблюдения за ростом и развитием, именно потому что интересно смотреть не только сколько грамм они по весу прибавляют, а даже вот просто развитие щенка в разном возрасте по поведению и по внешности. Сегодня я просто одна без помощников, но я думаю, что завтра, если у нас будет получше погода в Санкт-Петербурге и будет посветлее немножко, я сделаю видео индивидуальные каждого щенка поближе, не вот так вот общие издалека, а поближе, чтобы показать уже экстерьер для сравнения, какие они были в возрасте 1 месяц. Тем более, что если завтра мы будем проводить такое видео, по календарным дням нам, собственно говоря, как раз таки завтра исполнится хотя бы 30 дней, а сегодня нам 29 дней. Вот уже намок сухой корм, он не быстро намокает в таких кусочках, достаточно так, это длительное количество времени, вот там, видите, еще осталась водичка, размачиваем до состояния, когда эта водичка полностью впитается, тогда эти гранулки становятся мягкие, толстенькие, и детишкам нравится их кушать за счет того, что их не надо жевать, они вкусно пахнут, плюс они немножко влажненькие, то есть собачка сразу, можно сказать, и кушает, и пьет, так как, вот видите, если она сухой корм поела, потом ей надо еще и до мисочки дойти. Таким малышам еще пока это все достаточно сложно сообразить, что надо делать. Как видите, больше они все равно реагируют на маму, несмотря на то, что они консервочку попробовали, но мама вкуснее, куда деваться. Поэтому даже когда у мамочек заканчивается молочко, мы их не отселяем от мамочек, так как даже если нет уже никакого там по факту молочка, все-таки какое-то молозиво присутствует, если мама их сама тоже не гоняет, то все-таки это залог иммунитета и будущего здоровья вашего питомца на много-много лет вперед. Это уже то, что никогда не нагонишь, не вернешь, поэтому это важно для щеночка. Из этого делаем вывод, что раннее приобретение в раннем маленьком возрасте щенка не очень хорошо для, скажем, его роста и развития, так как помимо кормления и иммунитета мамочка с ними играет, мамочка их воспитывает. А это уже психика, это уже социализация именно с собакой. Мы как люди можем их приучить к пеленочке, не писать там, где не положено, но мы не можем им дать те навыки, которые даются именно от матери к ребенку, манера поведения с другими собаками в нашем доме. То, что, собственно, без мамы никто за нас с вами это не сделает, а для психики собаки это важно. Поэтому, если вам интересно вместе с нами смотреть за ростом и развитием этих малышей, Белоснежка пошла в домик. Смотрите, какой умный ребенок. Той тип толстый попой, вот так, вот так. Все, скажи, я в домике. Я в домике своей толстой попой. А шоколадка, как всегда, недовольна. То там, то тут. Везде шоколадка недовольна. А мамочка ведь и туда, и сюда переживает за ребяточек. Белоснежка нагулялась, и решила пойти в домик поспать. А пятнышки проверяют. Что же здесь вокруг? У меня здесь на штативе лампа. Я сейчас после видеосъемки это все убираю. То есть в комнате все загорожено, огорожено. И ничего больше тут не... Никуда ребяткам, собственно, не забраться. Я просто отвечаю на вопрос те, кто спрашивал, где я приобретаю такие манежи, чтобы приобрести для щенка и держать его там какое-то первое время. Если его там держать, у вас не будет такой, скажем, социализированной собаки, которая будет что-то соображать. То есть это не хомячок содержать его в клеточке. Он должен развиваться, он должен ходить, он должен нюхать. Писать и какать мимо пеленки щенки имеют право до возраста 6 месяцев, так как физиологически у них до 6 месяцев слабый мочевой пузырь. И в момент игры, заигравшись или чем-то увлекшись, малыш может не успеть добежать до пеленочки. Именно для этого я стелю много пеленочек, а не закрываю их в какие-то загородки, чтобы не попортить свой пол. Тем более, что маленькие собачки, они не так много писют и какают. И пол у меня не золотой, прямо скажем. Убрать это все не так сложно, если уж щенок промахнулся. Своих детей мы когда растим, мы также не сразу дети учатся ходить на унитаз, как некоторые задают вопросы, чуть не про двухнедельного щенка или месячного, а приучен ли он к пеленке. Собака писает и какает по запаху, где она пометила, где она там описалась, туда же она идет второй раз. Особо сильно проблем с приучением собаки породы чихуа к туалету не существует. Порода очень умная. Есть некоторые нюансы уже в дальнейшем по поводу воспитания, с метками, скажем так, но это уже касается больше воспитания, а не, скажем, приучил заводчик или не приучил. Заводчик приучил, и в моем доме они все ходят туда, куда надо. И это совсем не говорит о том, что когда он переезжает в ваш дом, он начинает себя вести так же, как у меня. Маленький ребенок, вы должны его воспитывать. Это не делается за один месяц у заводчика. За вас, ну, берите взрослую, тогда стопроцентно гарантированно, что есть, то есть. Ну, вот такие у нас изменения на сегодняшний день, поэтому напоминаю, кто не подписан на наш канал, приглашаем подписаться, чтобы смотреть за ростом и развитием этих малышек. У нас ежедневно выходит очень много разных видео о разных наших питомцах. Не только интересные, но, возможно, для кого-то и полезные. Кто подписан, оставайтесь с нами. До новых видео и до новых встреч на канале питомника Марии Мистик. Здоровья вам и вашим питомцам. Вот так смешно мы еще ходим. Как некоторые, они приучены к пеленке. Они еще ходить не умеют, а им уже к пеленке. Игрушечных надо заводить. Те не линяют, не пахнут, не пищают, не грызут. Замечательное создание. Поставил на полочку, постирал в стиралке, и пес как новенький. Не скулит, не плачет. Очень удобное. Мы пытаемся играть с мамой и бегать. А Белоснежка ушла и просто спать легла. Ребенок просто спит. Шоколадик. Как всегда, недовольный малявик. Пятнышки пытаются бегать и играть. Меня это радует. В манежике она все больше лежит. Что не есть хорошо для ее роста и развития. Ей бы похудеть и побольше подвигаться. Она все время покушает и спит, когда она находится в манежике. В идеале вот так хорошо, чтобы они выходили по пеленочкам, по комнате бегали и возвращались, когда им надо поспать, на теплое толстое одеялко, как Белоснежка поступила. Ну вот сейчас тут просто мамочка к ним прилегла, поэтому они там начинают ее кушать. Если мамочка сейчас уйдет, то все соберутся. Ну или я их соберу в манежик, чтобы они тут на пеленках не спали. Хотя, когда им жарко, они все равно будут выбираться на пеленки, поэтому эти пеленки меня сильно выручают. Все-таки они толстые, теплые. Летом у меня собаки, когда жарко, вообще не хотят в лежанках спать. Спят на вот таких пеленочках. Да что ж ты все время такой. Прям вот ребенок, прям с таким вот, все она говорит, все она говорит. Хвостик-морковочка. Это я про маленькую шоколадку. Ры она говорит, гав она говорит. Что ей не нравится, она молчать не собирается. Она все тут рассказывает. И мамка-то у нее вкусная. И сеструшка-то толстушка развалилась. Струшку подвинуть надо. Все в порядке. Шоколадка не скромная, не робкого. Десятка девица. Она выросла с двумя вот этими плюшками, толстушками, пампушками. Без прикормов. Сама, собственно говоря, постоянно добывала себе еду, отпихивая своих вот этих сестрюшек, которые в два раза больше, чем она и по весу, и по размеру. И, как вы видите, всегда она как с самой молочной задней сисечки. Даже сейчас она на задней сисечке. Так что она с виду маленькая, сама такая не промах девица. Сейчас я их буду перекладывать в манежик. Это просто мама с ними переживает, что они разбежались из манежика и дает им молочка, потому что плакать начинает шоколадка. И не пропустите новые видео. Сегодня будет ежедневное вечернее взвешивание малышек. Поэтому я с вами не прощаюсь. До новых видео и до новых встреч на канале питомника Марине Истик. Здоровья вам и вашим питомцам. Спасибо за просмотр!